Еще год назад здесь кипела жизнь. На территории центра транзитных перевозок постоянно находились более двух тысяч военнослужащих, взлетали и садились самолеты. Теперь тут невероятные затишья. Процесс сворачивания американского центра практически завершен. Целый год ушел на то, чтобы вывезти отсюда военных и оборудование. Сейчас на базе остались не больше трех десятков военнослужащих, но к 11 июля и их уже не будет, поскольку в этот день истекает срок соглашения. Примерно за месяц до этого события командование базы решило подвести итоги своего 12-летнего пребывания на территории Кыргызстана. Полковник Джон Миллард откровенно признался, что ему жаль покидать республику. Центр транзитных перевозок Манаса за 12 лет осуществил переработку 5,5 миллионов военного персонала. Мы осуществили переброску 98% всех военнослужащих коалиционных сил, направляющихся в Афганистан и прибывающих из Афганистана. Это более чем в пять раз превышает все население города Бешкек. Миссия центра представляла собой четыре уникальных направлений деятельности. Это воздушная дозаправка, переброска персонала и грузов и оказание гуманитарной помощи. За 12 лет американцы осуществили 33 тысячи миссий по воздушной дозаправке. Это более 36 бортов и миллиард литров топлива. Также за это время осуществлено 42 тысячи миссий по переброске грузов общим весом миллион и 400 тысяч фунтов. Американские военные заявили, что высоко оценивают помощь Кыргызстана. «Правительству Кыргызстана передается и недавно построенное пожарное отделение. Кстати, те военнослужащие, которые еще остались здесь, будут в ближайшее время вывезены домой». Американские военные оставляют после себя все имущество, которое они оценили в 30 миллионов долларов. Это здания и сооружения на территории базы, солдатские казармы, спортивные залы, палатки. Их более 200. Эти объекты сегодня показали журналистам, которые убедились, что те находятся в хорошем состоянии. «Все эти объекты со всей инфраструктурой передаются правительству Кыргызстана. Здания, сооружения сделаны из металла и их срок службы 25 лет. Но если хорошо ухаживать за объектами, они могут прослужить значительно дольше». Американцы не стали полностью вывозить имущество. В казармах, например, есть мебель и бытовая техника. Также военные оставляют и транспортные средства. Около 60 единиц – это в основном экскаваторы и машины, обслуживающие взлетную полосу. Вместе с закрытием американской базы остались без работы местные жители, которые обслуживали центр. «Очень много сотрудников, которые работают здесь и работали здесь, они достаточно грустно уходили отсюда, потому что график работы очень хороший, оплата хорошая. Здесь у нас были не только инженеры, не только переводчики, здесь были у нас и технички, которые получали достойную работу и день работали, два дня отдыхали». 3 июня с участием официальных лиц в Центре транзитных перевозок пройдет церемония передачи имущества и символического ключа. Американцы уходят из Кыргызстана. Командующий центром выразил надежду, что сотрудничество на этом не закончится и страны будут взаимодействовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова